Как стать экспертом в своем деле? Ответ на этот вопрос вы узнаете в этом ролике, поэтому досмотрите его до конца. Приветствую, дорогие друзья, меня зовут Александр Сакирко, и вы смотрите канал «Быть программистом». Если вы еще не подписаны, обязательно подпишитесь, нажмите колокольчик, чтобы не пропустить новые ролики. И если вам понравится сегодняшнее видео, обязательно нажмите кнопочку «лайк». Чтобы стать экспертом в своем деле, нужно выполнить несколько важных шагов. Первый шаг, он абсолютно элементарный, все о нем знают. Это нужно изучить нужную технологию, которую вы применяете в своем деле. Здесь я буду останавливаться скорее на ошибках, которые делают начинающие. Самая важная ошибка – это складирование материалов. Когда человек хочет изучить какую-то новую технологию, что он делает первым делом? Начинает гуглить, начинает качать PDF-книжки, начинает искать YouTube-каналы, различные ссылки на статьи, и все это дело складирует, добавляет закладки, качает, может быть, даже идет, бежит в магазин, покупает кучу литературы и ставит на полку. Так вот, это самая важная и самая главная ошибка, которую вы не должны повторять. Мы, по сути, должны экономить время, а вместо этого мы его тратим на пустоту, потому что всю эту коллекцию мы никогда в жизни не изучим. Я сомневаюсь, что даже хоть одну книжку из всей этой коллекции мы за свою карьеру прочитаем. Все проходят через это, все это делают, но мы попросту тратим на это время. Лучше вместо того, чтобы час скачать какие-то PDF-книжки, за этот час посмотрите несколько видеоуроков на YouTube. Либо возьмите одну первую попавшуюся книжку самоучитель и начните уже ее читать. Не нужно искать 100 книжек, которые вы ни разу не прочтете. В общем, на этом понятно, да, самая важная ошибка не складировать материал. Второй шаг – это практиковаться как можно больше. Конечно, теория очень важна. На первом шагу мы должны изучить как можно больше теоретического материала, но опыт набирается при выполнении реальных проектов. Чем больше выполним мы реальных проектов, тем у нас будет больше и этот опыт более ценный. На этом шаге еще важно, чем разнообразнее ваш опыт, тем лучше. То есть, если у вас есть возможность работать в разных местах, в разных компаниях, на разных специализациях, обязательно попробуйте это и сделайте. Это только будет вам в плюс. Вы обращали внимание, что в разных историях, историях успеха, рассказывают, как Google, Facebook при собеседовании изучают CV. И в этом CV они обращают внимание, где работал человек, есть ли у него, например, водительские права, чем он занимался помимо программирования, зачем им это нужно. Им нужно это для того, чтобы оценить их общий опыт. И, как правило, у человека, который прошел через различные сферы деятельности, природная смекалка очень развита и он быстро и качественно решает все проблемы. Таким людям дают приоритет в компаниях. Но здесь, опять же, нужно очень осторожно. Почему? Если на каком-то этапе вам потребуется составить CV для крупных IT-компаний, типа Google, Facebook, обратите внимание, что вы пишете в разделе опыт. Пишите только тематический опыт и околотематический. Не опишите все подряд. Почему? Потому что есть кандидаты, которые пишут, ну, мягко говоря, ерунду. У меня был опыт в качестве работодателя, когда я анализировал CV, один новичок написал, что он собирал грибы в опыте вместо работы. Конечно, Google или Facebook просто бы даже дальше не читали это CV. Я, к сожалению, взял этого работника к себе в офис, но это уже другая история. Оказалось, что это было потерянное время и потерянные силы. Поэтому пишите нужный опыт в вашей CV. Третья ступень. Обязательно ставьте себе максимальные цели. Ну, что это за максимальные цели могут быть? Например, стать номером один в своей сфере. Почему это важно? Потому что если мы не ставим цели вовсе, мы не достигаем определенных результатов. Когда мы ставим максимальные цели, даже если мы ее не достигнем, даже если у нас нет желания достигнуть, нет ресурсов, нет средств, чтобы ее достигнуть, в любом случае наш результат будет выше, если бы мы не ставили вовсе эту цель. Оно действительно работает так. Например, вспоминая свой опыт, когда я начала на МВАТа, в то время было только два миллионера. То есть два автора, которые продали на один миллион. И, конечно, если бы я просто начал разрабатывать шаблоны, я бы добился каких-то результатов. Но у меня была цель строго заработать один миллион. И по этой причине я дорос, например, до половинки этой миллиона. Если бы у меня не было этой цели, скорее всего, мой заработок был в два раза меньше. Более того, если я сегодня поставлю цель миллион, это уже меня не будет стимулировать. Почему? Потому что сегодня на МВАТа есть ребята, которые и по 30 миллионов зарабатывают. Поэтому плюс-минус это уже не стимулирует. Надо как минимум 10 миллионов ставить в цель. И когда ты думаешь, что пока ты заработал только 500 тысяч, нужно пахать и пахать, это стимулирует. И конечный результат будет выше, нежели тот, который мы выполняем без какой-то максимальной цели. Более того, если вы работаете на фрилансе, вы проецируете это на топовых авторов. Одно дело, когда вы будете жаловаться и осетовать на то, что у вас нет клиентов, что вы новичок, может быть, с трудом вы найдете один-два заказа. Но если вы постоянно будете сравнивать себя с каким-то топовым фрилансером, уверяю вас, ваши результаты будут на порядок выше, вы будете быстрее развиваться и станете экспертом куда быстрее. Друзья, подписывайтесь на мой инстаграм, ссылка в описании к видео. Я каждый день выкладываю посты с полезными инсайтами из жизни, которые точно вам пригодятся. Четвертый важный шаг – это построить бренд вокруг своего имени. Это действительно очень важно, если мы хотим не просто быть рядовым фрилансером, а именно развиваться и стать экспертом в своем деле. На что нужно обратить внимание на данном этапе? Конечно, нужно рассказать людям о себе и почему они должны вас выслушать, например. То есть, чем вы будете им полезны. И чем шире этот охват, тем ваша экспертность ценнее. Вы должны общаться с клиентами, помогать им и решать их проблемы. То есть, не просто зарабатывать на них деньги, а именно решать их проблемы. Это ключевой момент в построении своего бренда. По сути, я считаю, что люди – это рабы денег. Вот нам нужно бороться на этом этапе, то есть, не деньги для нас приоритет, а при построении бренда, это, конечно же, взаимоотношения с нашими клиентами. Следующий шаг, очень важный. Не забывайте учиться, несмотря ни на что. Неважно, каких результатов вы достигли, неважно, какие у вас навыки, вы должны совершенствоваться каждый день. Как? Например, книги из различных областей, например, бизнес-литература, техническая литература, художественная литература. Нужно развиваться во всех направлениях. Дальше могут быть курсы, это могут быть инфлуенсеры, YouTube-видео-туториалы и так далее. То есть, технологии не стоят на месте, и чтобы быть экспертом, вы должны соответствовать и ежедневно должны прокачивать свои навыки. Также мы не должны забывать про первое правило, ни в коем случае не складировать. То есть, нашли урок, сразу его изучили. Ни в коем случае не откладываем это дело на потом. Помните, что экспертами не рождаются, экспертами становятся. Вам нужно много-много работать, чтобы соответствовать этому статусу. Помните, ваши достижения и определяют уровень вашей экспертности. Чем больше вы достигли в своей сфере, тем выше ваша экспертность. У меня на этом все. Если я что-то упустил, обязательно напишите это в комментарии. Всем спасибо, всем пока-пока.